КОЛОКОЛЬНАЯ СТОЛЬМАРКА В пьетре трибуна Компанила использовалась в качестве сторожевой башни и как маяк до кораблей, а также для оповещения горжан о важных событиях, происходящих в жизни Венеции. В период расцвета Венецианской Республики стало символом могущества. Величенное строение было видно за 10 километров. Историю свою Компанила вела с середины X века. В период расцвета Венецианской Республики стало символом могущества. Величенное строение было видно за 10 километров. Ее неоднократно перестраивали и модернизировали. Впрочем, в те времена с пожарной безопасностью было плохо. В компанию не раз впадали молнии, она горела, но возрождалась, словно птица, феник. Венеция веками пыталась решить проблему природных электрических разрядов. Здание страдало из землетрясений. Логическая атмосфера откутывает старинное высокое сооружение, обращенное к морской стихии, подверженное ударам молнии и пережившее несколько прирождений. Колокольня и сейчас является не только окушением города, но и о его спасителе Сибола, повещающем горжанам о наводнении. На моей картине изображено путешествие как раз-таки опасную грозовую ночь, ослепляющие молнии, словно проходят сквозь хоржевую башню и погружают город во тьму. Главный персонаж – одинокий странник, и его гондола, скользящая вдоль канала, словно борется с стихией со самыми изглежениями перед грядущей неизвестностью, быть может, бедой.